Друзья, всем привет! Сегодня в нашем меню будут паровые обулочки или по-другому штрудли. Готовить мы их будем с курицей и овощами. Вот такие продукты нам потребуются. 2 килограмма курицы, которую я порезала уже на порционные куски, растительное масло, картофель, морковь, лук, капуста, зелень, болгарский перец, перец чили, 1 килограмм просеянной муки, яйцо, дрожжи, соль, перец и лавровый лист. Первым делом занимаемся тестом. 1 килограмм просеянной муки, яйцо, солим. Добавляем растительное масло, ну ложки 2, наверное. Добавляем пачку дрожжей. Вот видите, какое оно? Оно липнет к рукам. Далее. Добавляем немного растительного масла. Ну и всё, теперь закрываем полотенцем и ставим наше тесто подходить в тёплое место, ну минут на 40, на час. Этим временем занимаемся нарезкой овощей. Лук нарезали. Морковь нарезали. Конечно, в этот рецепт идеально зайдёт квашеная капуста, но вот я использую свежую. Продукты мы все подготовили. Ставим казан на очаг и начинаем приготовление. Наливаем растительное масло. И начинаем обжаривать курицу. Добавляем. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так как мы солили только курицу. О, какая красота за ней. Хоть сейчас ешь. Но кушать будем позже. Добавляем лавровый лист. Наливаем воду. Вот воды я налила совсем немного, чтобы она только-только покрыла картофель. Вот видите, да? Тесто наше подошло. Идем заниматься штрудлями. Вот так подошло хорошо наше тесто. Обратите внимание. Теперь мы это тесто... Берем часть теста. Вот одну часть я сразу прикрою полотенцем. Стол немного смажу растительным маслом. Берем тесто. Немножко его раскатаем. В такой квадрат или прямоугольник. Ну, чтобы это было достаточно ровно. Теперь берем растительное масло и немножко так вот на тесто нагнем. Хорошо все. Размазываем по тесту. И начинаем тесто скручивать вот в такой рулетик. У нас тесто получилось жидкое такое достаточно. Поэтому эластичное. Вот когда я работаю с дрожжевым тестом, если тесто уже подошло, я никогда на стол не добавляю муки. Мука забивает тесто, пользуясь только растительным маслом. У вас тесто подошло, на стол наливаете растительное масло и начинаете работать с тестом. Иначе мука тесто просто забьет. Так, ну вот такой рулет у нас получился. Режем на такие кусочки. Так вот, у нас рулетик берем. Раз немножко нажали. И второй раз прижали. И вот такие штрудли у нас получаются. Берем рулетик. Раз прижали. Второй раз прижали. И вот такие штрудли у нас получаются. Карандаш берите потолще, чтобы у вас лучший рисунок раскрылся. Вот он. Видите? По сторонам. Которые. Занимаемся второй партии. Тесто. Раскатываем. Наливаем растительное масло. Хорошо все смазываем растительным маслом. Заворачиваем в рулет. Вот у нас получился второй рулет. Так вот, края делаем ровненько. Режем на кусочки. Ну, сантиметра, наверное, по два, не шире. Чтобы лучше раскрылся наш рисунок. Начинаем делать. Вот смотрите. Вот берем вот так вот, надавливаем. Раз. И вот так вот. Вот раскрывается вот этот рисунок. И укладываем на разнос. Можете вообще делать без всякого рисунка. Вот обыкновенно вот эти штругли ложить. Ну, я решила вам показать рисунок, как делаю я. Ну, все, друзья. Штругли наши готовы. Вот какая красотень у нас получилась. Идем к казану. Обратите внимание, вода только покрыла картофель. Штругли наши готовы. Укладываем. Укладываем на расстояние, так как они еще хорошо увеличатся в объеме. Закрываем крышку. Огонь делаем средний. И готовим наши штругли на пару 40 минут. Крышку ни в коем случае не открывать. Готовим. Штрудли с курицей и овощами готовятся под закрытой крышкой 40 минут. Огонь средний. Вот такая у нас красота в казане. Вот такие у нас получились паровые булочки. Они даже вообще не прилипли и выкладываются отлично. Смотрите, вообще. Ни одна булочка не прилипла. Смотрите, друзья, как хорошо выкладывается. Огонь в казане минимальный был. Крышку не открывали, как я сказала уже. И вот такая красотень у нас получилась. Последний. Обратите внимание, какая красотень. Далее добавляем петрушку и укроп в казан. Все хорошо перемешиваем. И выкладываем. Вот такое же вкусное жаркое у нас получилось. Даже еще и жижечка. О! Идемте пробовать вот эту красоту Начинаем украшать наше блюдо Кладем штрудли На жаркое Так вот красиво Каждое блюдо должно быть не только вкусным, но и красивым Но штрудли вообще бомбы получились И красивые И вкусные Я пробовала уже вообще Слов нет, одни эмоции Какая красота на столе Штрудли с курицей и овощами О, и оса Прилетела на штрудли к нам Пробуем Какие штрудли в разрезе Еще здесь разломаем Обратите внимание, друзья Как хорошо поднялось тесто Вот видите То есть мы его сжимаем Оно раз И опять Поднимается Пробуем До чего вкусные получились штрудли Даже не могу описать словами вкус За счет того, что они готовились на пару И курицы И овощей В общем, очень вкусные Пробуем овощи Друзья Из простых продуктов Курица Овощи Мука Мы приготовили вот такое Обалденно красивое блюдо Штрудли с курицей и овощами Я готовила это блюдо много раз И с пельменным тестом И с дрожжевым С дрожжевым тестом получается Намного вкуснее Само тесто Когда ты его кушаешь Оно просто тает во рту Готовьте это блюдо Удивляйте себя и своих близких Приготовили блюдо Кладете на тарелочку Кусочек мяса Овощи И за место хлеба Берете и кушаете штрудель Вкус неповторимый Поверьте мне За место курицы Используйте Баранину Говядину Свинину По вашему желанию Я вам показала Самый бюджетный вариант приготовления Я всем-всем желаю Приятного аппетита Отличного настроения Хорошей погоды Подписывайтесь на мой канал Делитесь этим видео в соцсетях Всего вам самого доброго Ну и, конечно, приятного аппетита Ну а мы Идем кушать Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok